Предупрежден, значит вооружен. Кому и почему на фоне растущих цифр нужно особенно опасаться ковида? Сегодня об этом рассказали ведущие врачи. Номер один в группе риска – люди с сахарным диабетом. Их в России больше 5 миллионов. За 20 лет число тех, кому этот диагноз поставлен, увеличилось в 2,5 раза. Почему именно им сейчас важно беречься? Диабет сам по себе чреват осложнениями. У многих проблемы с сердцем, сосудами, давлением, ослаблен иммунитет. Риск подхватить вирус у таких людей в 10 раз выше. А в случае инфицирования тяжелое течение ковида у диабетиков встречается вдвое чаще, говорят врачи. Как им защититься в эпоху пандемии и как организована в России помощь больным диабетам, узнал Павел Краснов. Давай посмотрим, какой у тебя сахар сейчас. Это раньше, чтобы узнать уровень сахара в крови, ребенку нужно было сделать укол. Да не один раз в день, а около десятка. А сейчас достаточно поднести к плечу небольшой прибор. Чтобы получить жизненно необходимый инсулин, уколы тоже больше не нужны. Все сделает вот эта инсулиновая помпа. Удобно? Да, очень. Таких, как Эвелина, если брать и детей, и взрослых, в России больше 5 миллионов человек. В мире почти полмиллиарда. Что такое сахарный диабет и почему врачи считают его одной из самых опасных болезней, лучше всего объясняют цифры, которые привел главный эндокринолог российского Минздрава. Каждые 5 секунд один человек заболевает диабетом. Каждые 7 секунд человек умирает. Каждые 30 секунд обречен на ампутацию. И так этот список можно продлить. В числе главных угроз здоровью диабет на первом месте после сердечно-сосудистых заболеваний. И это многолетняя статистика. А цифры последних месяцев говорят о том, что над больными диабетом нависла еще одна угроза. При заражении коронавирусом диабет становится одним из главных факторов риска. У пациентов с сахарным диабетом инфицирование ковидом встречается в 10,3 раза чаще, чем у других заболевающих. У больных диабетом, как вы понимаете, отмечается более тяжелое течение заболевания, более частое развитие острого респираторного дистресс-синдрома, дыхательные недостаточности, потребности в искусственной вентиляции легких и, к сожалению, более высокая смертность. Давно известный коронавирус тяжелее переносят люди старшего поколения и те, у кого есть сопутствующие болезни. И именно диабет среди таких заболеваний встречается чаще всего. Если в 2017-2019 годах у нас где-то смертность от эндокринных всех заболеваний составляла 11%, то в 2020 году только за первые 6 месяцев ковид и сахарный диабет прибавил, то есть увеличил в 2 раза летальность больных с сахарным диабетом. Именно поэтому качественная помощь больным с сахарным диабетом сейчас необходима вдвойне. Благодаря высоким технологиям в медицине пациент может вести почти обычную жизнь. И российские медики уже учитывают это в своих планах на будущее. С 2021 года в программе государственных гарантий установка помпы отнесена к высокотехнологичной медицинской помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования. Одновременно в программу государственных гарантий впервые будет включено использование инновационных инсулиновых помп, которые прекращают подачу инсулина при снижении глюкозы в крови. Медики выступают и за то, чтобы в стране была создана сеть эндокринологических центров, а для борьбы с сахарным диабетом был разработан проект федерального масштаба. Ну а пока в эпоху пандемии пациентам с этой болезнью советуют особенно тщательно выполнять рекомендации врачей для профилактики коронавируса и по возможности оставаться вдали от многолюдных мест. Павел Краснов, Ирина Чучуя, Александр Горностаев. Первый канал.